Всем здравствуйте! В эфире YouTube-канал Startup Visa Испания. Меня зовут Борис Шейтман. Я основатель сообщества. И сегодня у нас в гостях агенты самых популярных страховых компаний. Это Наталья и Виктория. Пока без фамилий, потому что они сами представятся. И как раз сейчас у них есть такая возможность. Наталья. Добрый день. Меня зовут Наталья. Я страховой агент компании Санитас. Одной из крупных компаний по частному страхованию в Испании. Преимущество Санитас в том, что это очень крупная компания, которая владеет своими клиниками. У компании Санитас четыре госпиталя. Три, которые находятся в Мадриде и один в Барселоне. Также много клиник и стоматологической помощи, и помощи, где оказывают помощь дневной, стационар и тому прочее. В чем преимущество собственных клиник? Наверное, вы знаете, что в Испании очень трудно записаться к специалистам. Это требует много времени. И поэтому именно в этих клиниках обслуживаются наши клиенты. Никто другой там не обслуживается. Поэтому очередь там идет быстро. И также клиенты, которые обслуживаются в собственных клиниках Санитас, обходятся Санитас гораздо дешевле. Поэтому в дальнейшем при продлении страховок есть шанс, что завышать цену на дальнейший период страховая компания не будет. То есть не секрет, что когда мы страхуем клиента, одна цена, и с каждым годом эта цена повышается. В зависимости от того, как часто пользуется клиент своей страховкой. Какие страховки могут приложиться в Санитас? Это страховки с полным покрытием, как для одного человека, так и для семьи. Для семьи, конечно, выгоднее брать трех человек более. Потому что из расчета на одного человека становится гораздо дешевле. Поэтому прежде чем страховаться, я всегда уточняю своих клиентов. Планирую только кого-то добавлять в будущее. Потому что семейную страховку можно заключить только новым клиентам. В дальнейшем на нее перейти нельзя. Поэтому если вы планируете страховаться и добавлять в дальнейшем семью, нужно изначально мне об этом говорить, чтобы я на вас оформила именно семейную страховку. Чтобы в дальнейшем это было оптимально по цене для вас и для вашей семьи. Спасибо, Наталья. Есть очень много вопросов, и в том числе и к вашей страховой компании. Я их задам позже. Виктория, расскажите, пожалуйста, о ваших страховых. Смотрите, я работаю с тремя страховыми компаниями. Это Асиса, ДКУВ и Одеслос. Почему я работаю с тремя компаниями? Потому что так удобней. Например, в Одеслос я страхую беременных. Потому что только Одеслос берет беременных. Этот полис стоит 588 евро на 12 месяцев. И с этим полисом можно также спокойно оформлять вид на жительство в Испании. И это стоит недорого. Только Одеслос берет беременных. Поэтому вот с ними работаю. Дальше. Асиса – это компания, которой 45 лет. Она самая старая компания в Испании. У нее очень много клиник. И клиник по здоровью, и клиник по денталью. То есть, если, например, выйти на улицу в Барселоне, в Мадриде, не знаю, в Валенсии, там практически везде будет Асиса. Потому что это очень старая компания. И ДКУВ – это компания, которой 25 лет. Это немецкая компания. У нее очень часто бывают скидки. И вообще я считаю так, что, в принципе, ну, это мое такое мнение. К нам в основном обручаются люди, которые нужно, ну, нужно оформить документы на вид на жительство. И я всегда говорю, ребята, берите там, где дешевле, все страховки одинаковые. Потому что эти страховки, госпитализация, скорая помощь, специалисты, диагностика простая и сложная, они все одинаковые. Все компании, неважно, или это ДКУВы, или это Санитос тот же, да, это прекрасно, что у них есть свои клиники. У ДКУВы и Асиса тоже полно своих клиник, и не три, а намного больше. Потому что, ну, компания-то старая, да, назовем это так, да. Просто на момент страхования надо брать там, где есть скидка. А покрытие одинаковое. Поэтому мы расширились, если мы раньше работали только с Асисой, а сейчас мы работаем еще с ДКУВы, и отдается просто, чтобы, ну, был сервис достаточно полный, да, чтобы все клиенты оставались с нами. А так, в принципе, все страховки одинаковые, ну, как по мне. Слушайте, классное замечание, что все страховки одинаковые, но в то же время чем-то же они должны отличаться, помимо цены. Ну, давайте об этом мы поговорим, и, может быть, мы придем к ДКУВу. Давайте я расскажу, чем отличается, от чего зависит цена. Цена зависит от двух факторов. Основной фактор – это дата рождения. То есть есть разница, человеку 60 лет или 20, например, да. То есть считается, чем старше человек, тем больше обращений, и, естественно, тем дороже страховка. И еще цена зависит от города проживания. То есть, например, стоимость медицинских услуг в Барселоне, например, намного дороже, чем, например, у меня на Тенерифе. Я в деревне живу, что тут говорить? Да, у нас тут дешевле. В Барселоне дороже. Также к этому относятся там Жирона, Балиарские острова. Вот может быть различие в этом. Но есть какой плюс. Например, в моей компании ДКУВе можно, например, ну, допустим, написать адрес, ну, условно, даже тот же Тенерифе. Вот я часто, если у людей нету адреса, да, то есть они там делают только документы, еще не определились с проживанием. Я указываю адрес своего офиса, чтобы хотя бы санитарные карты пришли ко мне, да, и они не потерялись. Вот. Но этой страховкой впоследствии можно пользоваться в любом городе Испании, и не надо менять адрес. То есть это удобно. То есть если, а разница между адресами, ну, чтобы вы понимали, если один и тот же возраст, ну, может быть, и 15, и 20 евро. Вот. И как бы мной подымался неоднократно вопрос, что я, ну, спрашиваю центральных офисов, что, ребят, вот я страхую на Тенерифе, а люди живут в Барселоне. Надо ли мне менять адрес, и изменится ли цена за месяц? Мне сказали, не изменится. Менять не нужно. Так что вот есть такой момент. Вот от этого зависит цена. Это просто, это так. Возраст и нет отоживания. Наталья, а как в Санитосе с расчетом стоимости? Можете пользоваться, проживая именно на Тенерифе, где дешевая страховка, и обслуживаться в Барселоне. Не вопрос. Но если станет вопрос авторизации услуги. Нет проблем. Страховая запросто авторизирует покрытие в том же самом Текноме? Да. Я думаю, что строгающие услуги. Хорошо. Другой вопрос. При продлении страховки не получится так, что потом страховая выставит, когда посмотрит, насколько ей обошелся клиент до предыдущих период, не получится так, что при продлении цена возрастет в два раза. Ну, не в два, но значительно возрастет. Смотрите, давайте я расскажу, как в моих страховых компаниях влияет, изменяется цена. Я просто не знаю, как в Санитес. Я с ней не работаю. Может, у вас там другие расчеты. У нас цена меняется каждый год в зависимости от возраста. Это условно 2-3% увеличивается цена. И плюс, если страховка сделана по акции, то есть, например, в ДКУ, как правило, акция идет 36% скидка. Вот, например, сегодня я страхую человека. Скидка 36%. Каждый год цена будет увеличиваться на 6% плюс возраст. Все. Виктория, я задала вопрос. Если клиент проживает на кинотеатре... Смотрите, Наталья. Не перебивайте. Я слышу вопрос. ...и пользуется услугами в Барселоне, в дорогом городе, где услуги медицинские очень дорогие, будет ли ему страховая компания при продлении повышать цену? Вот только этот вопрос. Я ответила. Я ответила. Они только поднимут на 6%, то есть, то, что была акция, плюс возраст. Все. То есть, независимо пользуется он страховым? Нет. Не пользуется? Нет. Цена на следующий год не растет. А я объясню. Потому что человек, например, смотрите, человек может быть... Вот он застраховался на 12 месяцев, и он ни разу не воспользовался, да? Ну, да. Другой человек, может быть, ходил каждую неделю. И если они одинакового возраста и живут в одном регионе, ну, условно, цена будет одинакова. Неважно, тот пользовался или не пользовался, или этот пользовался. Цена повысится одинаково. Вот такой вопрос. Мы живем, скажем так, в Испании, где одни цены для всех. Обслуживаемся, например, в Текном, где тоже одни цены для всех. Почему-то в ДКО цены ниже, а Санита себе такого позволить не может. Тут какой-то подвох есть, правильно? У нас нет подвоха. Это политика страховой. Ну, поэтому... Завлечь клиента ценой маленькой, а потом, надежде на то, что клиент пропустит продление, не напишет отказ там, ну, что-то там чуть будет. Подымут цену. Так, Наталья, я вам объяснила, насколько... Наталья, вы меня не слышите. Я вам объяснила, насколько подымут цену. На 6% плюс возраст. Все. И всегда, смотрите, я своим клиентам говорю так. Так как у меня три компании, да, когда подходит... Привет. Когда проходит время продления, да, то есть где-то за полтора месяца, да, реновационно приходят письма, какая цена будет на следующий год. Это я своим клиентам говорю. Ребята, давайте посмотрим, какая цена на следующий год. Если в ДКО вы дорого, перейдем в Асису. Если не Асиса, перейдем в Адеслос. У меня проблем таких нет. То есть если кого-то цена не устраивает, давайте в другую компанию перейдем. То есть я это... У нас есть два вопроса. Спасибо, Виктория. Два вопроса на эту тему. Во-первых, можно ли переходить из одной страховой в другую, чтобы сохранялась история? И влияет ли вот эта самая история все-таки на стоимость страховки в последующий год? То есть действительно, выходишь ли ты часто, просишь ли ты акцептировать, да, какие-то дорогие услуги? И влияет ли это на стоимость? Давайте я на это отвечу. Значит, при переходе из другой компании, например, в Санитас, ну, не, например, а в Санитас, при условии, что вы пользовались той компанией страховкой не менее года, и что покрытие соответствует, ну, грубо говоря, полное было покрытие, вы переходите на полное покрытие, то да, стаж сохраняется. Увеличивается цена, она увеличивается везде, в любой страховой компании. И это, Санитас зависит, пользовался ты страховкой или нет. Если не пользовался, может через агенду запросить скидку, Санитас идет навстречу, и скидку предоставляет на следующий год, то есть на следующий период. Все зависит, конечно, от того, как часто пользовался страховкой, насколько в предыдущий период ты стоил страховой компании. Вот я хочу узнать более подробно. Все-таки, например, если, допустим, три раза ты делал МРТ, как вариант, попросил какую-то еще дорогостоящую процедуру, насколько может вырасти страховка? Как это рассчитывается? Ну, на самом деле, расчет исключительно на совести Санитас. То есть агенты к этому расчету, я лично к этому расчету, никакого отношения не имею. Я могу просто со своей стороны запросить Санитас о скидке, и они предоставляют эту скидку. Например, могут дать два месяца бесплатных, могут дать три месяца бесплатных, а могут и не дать. Объяснять, почему и четкий расчет давать, сколько процентов, они такого не делают. То есть исключительно на усмотрение страховой компании. Виктория, что вы скажете? Давайте я расскажу, как я вижу эту ситуацию. Смотрите, на момент страхования клиент должен быть здоров или задекларировать все свои заболевания. Даже если он переходит из другой компании, да, у нас есть такое, что если клиент застрахован 12 месяцев, ну, пускай в том же Санитасе, они мне предоставляют последнюю оплату и фотографию санитарной карты, где видно, что человек застрахован год, да, и считается, что да, окей, мы сохраняем стаж, но клиент подписывает анкету о состоянии здоровья. То есть если он, например, человек, мужчина, имеет грыжу позвоночника, да, и он через год перешел, допустим, ко мне в АСИСу, и через месяц, он же считает, стаж сохранился, да, но он подписал анкету, что он здоров. И он через месяц, как поменял компанию, запрашивает авторизацию на компьютерную томограмму. Ему скажут, извините за мошенничество, закрыт полис, потому что вы не задекларировали это заболевание. Поэтому мое мнение такое, вот это сохранение стажа, это все глупости. Это хорошо, когда у человека ничего нет, понимаете? Но если он не задекларировал при переходе заболевания, ничего не покроют. Ничего не покроют. Всегда нужно говорить правду, потому что очень быстро за мошенничество закрывают. Это так, красивые слова, да, мы сохраним ваш стаж. Я, например, когда ко мне приходят клиенты, я им сразу говорю, говорите сразу правду, какие у вас есть заболевания. И если я вижу, что у клиентов там есть какие-то патологии, я их с других компаний даже не забираю, потому что если что-то с ними случится, я знаю, что им не дадут авторизацию на сложной диагностике или госпитализацию. Я их даже не беру сама, потому что, ну, все-таки деньги деньгами, страховка-страховка, но все-таки это жизнь человека. Поэтому если никаких патологий нет, да, без проблем, я всегда забираю из других компаний и клиентов, потому что, например, ну, мои компании всегда в конце года дают скидки хорошие там при переходах, но если есть патологии, я сама не беру, потому что мне дадут сложную диагностику. Вот так. Спасибо. А, кстати, кстати, есть ряд заболеваний, да, по поводу стоимости цены. В моих компаниях так, либо открывают, либо не открывают, потому что, если, например, там артрит, артроз, сахарный диабет, заболевания эндокринной системы рака, вообще не открывают. Если, например, там какие-то грыжи, там давление, у нас прописывается так, окей, мы вам открываем, но внизу мелким шрифтом написано, покрываем все, кроме гипертонии, все кроме грыжи. То есть, да, человек может пойти там к тому же к травматологу, ну, условно, там к какому-то специалисту. Но если станет вопрос о сложной диагностике, нет. И если, например, с человеком случится инсульт, а у него, например, ну, прописано, что гипертония, ему в скорой помощи не окажут помощь. Поэтому если у человека есть, он застрахован с санитос, и он приобрел какое-то заболевание в течение года, лучше ему уже всегда оставаться там. Спасибо большое. у участников нашей встречи есть возможность также задавать вопросы. Вы можете поднять свою виртуальную руку, я обязательно дам возможность всем высказаться. Да, Наталья, пожалуйста. Где выгоднее купить страховку? В банке, например, у страхового агента? Или, может быть, обратиться через какие-то сайты посредников или прийти прямо в отделение? Как выбрать место, где купить страховку? Ну, я могу ответить, если хотите. Смотрите, когда вы приобретаете страховку в банке, как правило, она стоит дороже. С чем это связано? Тот человек в банке, который страхует, да, он, естественно, хочет получить какую-то, ну, какую-то, ну, как это сказать, какое-то денежное вознаграждение за свой труд. У нас у страховых агентов всегда идет дешевле. Поэтому мое мнение такое, что, конечно, если страховки одинаковые, лучше страховаться у страховых агентов, потому что у них возможностей больше. Давайте. Давайте теперь раз. Не закончила еще. И вот, например, да, я нахожусь на Тенерифе, но я страхую по всей Испании. Сейчас это все работает онлайн, то есть без проблем. Ну, как бы, можно это оформить онлайн. Вот. И чем отличается, допустим, интернет и, допустим, ну, живой страховой агент, да? То есть вы застраховались в интернете, да, окей, вы там три клавиши нажали, застраховались. А если есть какой-то дополнительный вопрос, а если нужно найти специалиста, клинику выбрать, то есть в интернете же это не спросишь, да? То есть всегда, допустим, есть там Виктория или Наталья, которые могут там выбрать врача и клинику. То есть в этом удобство. Я все. Наталья, пожалуйста. В этом я Викторию поддерживаю, да? Лучше страховаться с агентом, конечно. Но хочу немножко уточнить про банковские страховки. У банка свои продукты. Они отличаются от тех страховков, которые, ну, по крайней мере, вот, например, банк ББУ, который распространяет страховки Санитас. У них свой продукт. 50 на 50. И, как правило, банк может себе позволить небольшие скидки. Но у них и покрытие другое. То есть те продукты, которые реализует банк, агентам недоступны. И банк, который продает, продал страховку. И все. И он больше клиентов не обслуживает. И если в дальнейшем понадобится решить какой-то вопрос, либо добавить семью в свою страховку, то с этим возникают проблемы. Просто с ними никто связь не поддерживает. И приходится через клиентскую службу непосредственно Санитас самостоятельно все это делать. Это время, это непонимание, потому что многие, как бы, с языком еще не совсем дружат. Поэтому возникает много проблем. Поэтому, конечно, лучше, если есть возможность банковскую страховку, понимая, что не всегда это возможно при открытии счета избежать. Но если есть такая возможность, лучше ее избегать, потому что там, если заплатишь немного меньше, потом проблем будет гораздо больше. Поэтому всегда обращайтесь с страховым агентом. Спасибо. За оформлением страховки. Спасибо. Есть ли еще вопросы? Пока рук не вижу, тогда я тоже воспользуюсь ситуацией, еще позадаю вам каверзный вопрос. Вначале простой вопрос. Можно ли досрочно расторгнуть договор со строковой компанией? Санитас можно. Если есть официальный отказ ВНЖ, и ему предоставлен будет отказ, это то, да, будет страховка отменена, и средства, уплаченные, если бы за год, то за исключением прошедших месяцев будут возвращены. по другим причинам. Вот если я просто решил расторгнуть договор и все. Ну, грубо говоря, клиент заключает договор на год, у него обязательство оплачивать страховку на год. Другое дело, что Санитас предоставляет возможность помесячной оплаты при наличии испанского счета либо другого европейского счета, но обязательство оплатить надо существует, при одном только желании отказаться такой возможности нет. Есть в течение месяца можно отказаться, это любая страховая компания должна такую возможность предоставлять в течение месяца отказаться, но есть такой момент. Для переезжающих, когда они оформляют страховку, они запрашивают сертификат, который необходим для подачи документов. Так вот, когда уже сертификат запрошен, то отмена страховки возможна только при наличии официального отказа. Но тут как бы логично, если тебе нужен сертификат, ты запрашиваешь ВНЖ. Если уже по тебе отказали, то это повод для того, чтобы страховку не имели. Да, но я все-таки вот про другой случай. Окей, люди подали, получили ВНЖ и, допустим, уже идет и второй год. И вот на второй год они решили все-таки расторгнуть договор. Могут ли они это сделать? Это можно сделать при продлении уведомив за месяц до окончания периода страховки, что вы расторгаете? Да, можно. То есть это недосрочно, это за месяц до окончания? Да, за месяц до окончания недосрочно. Если вдруг по каким-то причинам вам нужно уехать из Испании навсегда, грубо говоря, что-то у вас тут не сложилось, контракт на работу в другой стране, либо вы переезжаете в другую страну, да, это тоже такое возможность существует, вы там предоставляете контракт на испанском переведенной, ну, то есть, грубо говоря, преобосновываете причину своего отъезда досрочно и зачем вам нужно досрочно расторгнуть страховку. Такие случаи рассматриваются индивидуально, но, в принципе, такое тоже возможно. А если клиент хочет перейти в другую страховую и приостановить договор, например, санитос, это возможно сделать в середине срока, например? Нет, это возможно сделать только предупреждение. Ладно, я еще немного подговоряюсь в этой теме. А вот если, допустим, у санитоса нет возможности провести какое-то обследование, а вот ДКВ есть, это является причиной, чтобы перейти из одной страховой в другую? Нет, конечно же нет, потому что у санитос есть возможность провести те же самые обследования, что в ДКО. То есть мы, грубо говоря, обслуживаемся в тех же самых госпиталях, что санитос, что клиент из ДКО, что клиент из санитос. То есть, по сути, вы работаете с одними и теми же больницами, правильно? Конечно, конечно. По сути, дело одни и те же. Абсолютно. То есть, санитос заработает не только со своими клиниками, они работают с клиниками-партнерами, с тем самым, что это работает ДКО, ФРСИСа и все остальные страховые компании. Ну, вот поэтому я и говорила, что на момент страхования надо выбирать просто там, где дешевле, потому что клиники все одинаковые. То, что я говорила изначально. Я думаю, что исходя из опыта, что на самом деле клиентам удобнее выбирать, если, конечно, уже знают, где будут жить, те клиники, которые будут в шаговой доступности, а рядом, чтобы можно было особенно ездить, если есть дети, быстро доехать до Орхензии, до клиники. Это и определяет. Ну, конечно, если это еще страховка приемлема по цене, туда вообще хорошо. Виктория, отвечите на мои вопросы. Да, да, давайте отвечу. Смотрите, ну, например, у меня в Адеслос и в Асиса контракты, но на 12 месяцев. То есть, если, например, человек открыл полис 1 июля 23 года, он будет до 1 июля 24 года. Да, его можно расторгнуть, если, например, за месяц до окончания, то есть, ну, например, в конце мая человек написал заявление, да, то есть не позднее, чем заметить, что я такой-то, такой-то, хочу расторгнуть, потому что заканчивается контракт. Без проблем это расторгается. Если, например, человек меняет место жительства, и, как сказала Наталья, предоставляет информацию, то есть предоставляет билеты на самолет, контракт на квартиру, там, прописку, ну, в общем, документы, да, то есть где видно, что человек меняет место жительства, досрочно можно расторгнуть контракт, да, но если, например, если, например, человек открыл для ВНЖ полис, и через 2-3 месяца хочет посреди года закрыть, я не могу дать гарантии, я всем клиентам говорю, что эти полисы не для ВНЖ, мы не привязаны, ни мои компании, ни Санитос, это просто экстранхирия просит наши полисы, наши полисы, это просто документ на оказание медицинских услуг, я, например, 3 года жила нелегально в Испании, у меня был сделан полис на паспорт, и я 3 года жила нелегально и пользовалась моей страховкой, то есть не важно, есть ВНЖ, нет ВНЖ, то есть страховым компаниям по большому счету все равно, какая у вас там ситуация, да, окей, когда человек умер, да, или когда он меняет, из Испании переезжает там в ту же Россию или в Германию, да, окей, понятно, ну, а так, нет, и когда, ну, встречаются клиенты, которые еще не уверены будут жить в Испании или нет, да, я им всегда говорю, хорошо, берите туда ДКУ, потому что в ДКУ, вы, контракт заканчивается 31 декабря, то есть вам не надо платить 12 месяцев, проплатите там, хотя бы вот сегодня июль, да, проплатите хотя бы полгода, я вам в ноябре месяце закрою, но я не могу дать гарантию, потому что не я это решаю, это решают центральные офисы, закроют полис или нет, 50 на 50. Поэтому я всегда говорю честно, ребята, лучше проплатите до 31 декабря, все, потому что, например, мои компании очень хорошо подают в суд за неоплату, и потом через 2-3 года приходит с пеней тысяч 5 евро заплатить. И это выставляется через налоговые и ищется в любой точке Евросоюза. Поэтому очень аккуратно надо. Спасибо, услышали. Еще вопрос, можно ли менять тарифы прямо посреди действующего контракта? Допустим, перейти с полного покрытия на неполное покрытие? У нас много. Санита столько при продлении. У меня в АСИСа можно поменять тариф, но при условии, если тариф был, допустим, с доплатами, и если человек хочет повысить стоимость, меняют, обратно нет. То есть, если сделан, ну, условно, полис за 60 евро, и клиент хочет получить за 30, нет, только при реновации, то есть, как Наталья сказала, через год. А если, например, был полис за 30 евро, то есть, человек там проплачивал его, сколько-то условно полгода, и тут говорит, Виктория, мне поддаваться на ВНЖ, мне надо без доплат. Тогда я меняю. Разрешают. Спасибо. Еще один интересный вопрос про страховку на зубы. Есть ли отдельная такая страховка? И расскажите о ней подробнее, очень часто спрашивают. Санита, страховка с полным покрытием, уже входит базовая стоматология. Что значит базовая? Это чистка, это удаление зубов, оказание скорой помощи, удаление, обработка рентгены. Ну, там больше, то есть, перечень 30 услуг, которые входят в это покрытие, и на другие услуги 21% скидка. Более подробно, там все есть тарифы, то есть, сюда можно ознакомиться, когда приходит партикулярис, специальные условия договора. Там все четко, подробно описано. Тарифы, и что включено, что нет. Можно, оно, обращаю внимание, пломбы, лечение кариеса, парандотита, или такие вот серьезные вещи, не покрывать, автостраховка. Для того, чтобы это покрывало, можно дополнительно докупать, dental premium называется, она покрывает две пломбы в год. Если не израсходовал это покрытие, на следующий год можно 4 пломбы сделать, и так до 6, грубо говоря, аккумулировать. Такое возможно. Хорошо, что не до 64. Да. То есть, это отстраховка на одного человека 12 евро в месяц, дополнительных денег. То есть, докупаете, и можно сделать бипломбой в год. Но на самом деле, насколько мне известно, по всей Испании нет ни одной страховой компании, которая бы предоставляла продукт, который покрывал бы полностью все покрытие в стоматологии. Такого не существует. То есть, в любом случае, либо это скидки, либо какие-то там нюансы, но полного покрытия нет. И опять же, в занятосе есть свои стоматологические клиники, где вот покрытие, кстати, вот то, которое предоставляет Дентал 21 базовое, оно может только осуществляться в клиниках Самитос. Если подключаем премию, можем в любом клинике лечиться. Спасибо. Виктория. Смотрите, в ДКО, например, страховка Денталь включена, ну, она идет как подарок, да, к страховке здоровья. Васиса, она докупается отдельно. Ну, например, вот сейчас у меня акция идет, да, например, если человек берет страховку здоровья, скидка 20%, если я добавляю Денталь, на две страховки скидка 25%, и очень часто получается выгоднее взять две страховки, чем одну, ну, просто скидка больше, и в Асиса эти скидки бывают три раза в год такие. Дальше, что в Адеслас, ой, вернее, что в Асиса, что в ДКО, работает одинаково. То есть, бесплатно снимок, консультация, простое вырывание зуба без хирургического вмешательства, чистка зубов один раз в год на каждого застрахованного. Это идет бесплатно. Все остальное идет со скидками согласно договору между клиникой и, ну, например, ДКО или Асиса. Ну, например, условно, если пломба, условно, стоит там 65 евро, да, то клиент заплатит 55 евро. Но в любом случае у него будет снимок бесплатный, а снимок это в среднем 40-50 евро стоит, то есть уже плюс. И он получит условно 10, ну, условно, там же от пломбы, от размера, от всего зависит. Еще плюс, он заплатит на 10 евро меньше, нежели он придет без страховки. Очень часто я делаю так, например, особенно это с брекетами связано, да, то есть ко мне обращаются люди и говорят, «Виктория, где лучше поставить детям брекеты и с какой страховкой?» Да, у меня же их несколько, да, и я всегда говорю так, ну, вот сходите в эту, в эту клинику, да, и возьмите предложение, допустим, без страховки, с ДКУ вы и с Асиса и выберите для себя лучший вариант. Ну, и потом, ну, что мне там, да, эти страховки, они там копейки стоят, эти, если их отдельно брать, если, например, даже здоровья нет. И потом уже клиент идет в клинику, смотрит и говорит, да, ну, застрахуй меня тогда на это. Потому что в любом случае, даже вот с этими брекетами, да, лучше все-таки иметь страховку, потому что там, ну, допустим, каждый месяц надо подкручивать, да, без страховки просто платить каждый месяц там то ли 50, то ли 60 евро надо, а со страховкой, ну, порядочно меньше. Так что я всегда за то, чтобы иметь денталь, и часто такое бывает, вроде бы ничего не болит, не болит, а так как в Испании очень, ну, как бы и море, и океан, да, и бывает часто, что люди переохлаждаются, и возникает проблема, неожиданное там воспаление там или корней там, ну, понимаете, да, нужна скорая помощь, да, вот у меня было несколько таких случаев, люди, допустим, поехали отдыхать, вот в Тарагоне находятся, вот такое лицо, что делать, вот что делать, вот со страховкой, со страховкой, со страховкой, да, скорую помощь, да, да. Ну, Борис, дело в том, что, вот, Санитас, например, страховки стоматологические, они другие, то есть их можно оформить в любой момент, и можно в них отказаться, и многие так и делают, взяли, полечились, отказались. Можно это оформить как отдельную, можно даже прийти с другой компанией и просто оформить страховку, не обязательно иметь, с полным покрытием. Можно это оформить как уже имея страховку обычную, просто как комплимент, ну, дополнение. Тоже такой вариант существует, кстати, этот вариант дешевле обходится. Но в любом случае со стоматологическими страховками все проще и понятнее. Захотел, оформил, потом отказался в любой период, независимо от того. А то есть, получается, вот если экстремальная ситуация, неожиданно заболел зуб, ты можешь прямо быстро оформить страховку и идти к стоматологу. Да, да. Можно, конечно, да. Но если у вас страховка, то покрытие, полное покрытие страховки подразумевает базовую стоматологию. Туда и входит острая боль и лечение острой боли. Кстати, я хочу рассказать вот сейчас период отпусков, да, по поводу покрытия при путешествии. Я просто не знаю, как с Анитос, но я думаю, схема примерно та же. Если, например, у человека, ну, допустим, расскажи про свои, допустим, страховка ДКУВы или Асиса, и, например, ну, понятно, что эти страховки по всей Испании покроют без проблем. Но если человек, например, уехал в Германию, во Францию, там еще куда-то, да, то есть у нас есть, у меня в Асиса 14 тысяч евро, а в ДКУВ 20, когда покрывают за пределами Испании. То есть если, например, человек в Париже, да, проехал в Диснейленд и стало плохо, угроза жизни или внезапная болезнь, он может прийти в близлежащую клинику от своего, ну, отеля, позвонить на санитарной карте с обратной стороны, написан номер, там написано экстран Херрес, набираете, говорите, я в Париже, в такой-то клинике, у меня угроза жизни, температура 40, мне нужна медицинская помощь. Компания проверяет, оплачен, не оплачен полис, все ли там хорошо и говорит, окей, авторизировано. В ДКУВы на 20 тысяч евро, в Асиса на 14, в пределах этой суммы бесплатно, если клиника крупная, да, там не какая-то деревня, оказывают помощь бесплатно. Если, например, это какая-то деревня и человек, ну, условно, заплатил 500 евро за медуслуги, он берет информа медика, то есть там, где написано, что с ним произошло, и чек. Предоставляет мне, в течение 30 дней компания возвращает деньги. Это... классный сервис. Да. Ну, я думаю, в Санитас так же. Я только не знаю, у вас там сумма покрытия какая за пределами. Давайте узнаем у Санитас. Санитас 12 тысяч. Схема та же самая, что обрисовала Виктория. Единственное условие, не знаю, как у страховых компаний, с какими она работает. Санитас условие, что не более 90 дней вы находитесь за пределами. Ну, это, грубо говоря. Виктория, один раз выехали на 12 тысяч. Можно опять заехать в Испанию, опять выехать и опять 12 тысяч. Ну, то есть, вот такой. Не то, что там 12 тысяч в год, а на одну поездку в пределах 90 дней. А схема та же. Можно обязательно позвонить, поставить в известность страховую, ослучившимся. Ну, если же, конечно, там, в коматозном состоянии, то семьи не даются. Дается на это. Но в любом случае нужно уведомить страховую. Она подберет медицинское учреждение и в любом случае решит этот вопрос. Покроет всю неотложную помощь за границей. Ну, у нас лимиты немного другие. У меня, получается, в Ассисте покрытие 90 дней с момента пересечения границы на сумму 14 тысяч евро, а в ДКУ вы на 180 и на 20 тысяч. В ДКУ повыше. Период и покрытия, и количество дней. Спасибо. У меня еще есть вопрос. Я рук не вижу, поэтому я воспользуюсь своей возможностью. Очень часто спрашивают, как оформить страховую, если нет испанского счета. Какие есть варианты оплаты? Ну, давайте. Ну, давайте вы рассказывайте. Хорошо. Значит, существуют варианты. Оплата картой, конечно, ту, которую принимают в Европе. Также можно подключить любой европейский счет, который поддерживает СЭПа Директ Дэбит, прямое списание средств. Также, что еще можно на внесение наличных средств в банки и SWIFT, SWIFT, тоже можно оплатить. Единственное, внесение наличных средств и SWIFT, это удлиняет период оформления страховки дней на пять, потому что нужно пока это из банка придет, зачислиться, то есть какие-то определенные, если нужно, подождать. Если срочно, то картой либо подключаем испанский, либо европейский счет. Тогда буквально два дня и срока готова. Да, но у нас, если нет испанского счета, то эта опция не работает. Ну, можно через Никель попробовать все еще. Оформляют. Не услышал, через что? Никель, Никель. Сердник, Никель. Можно через него попробовать. Ну, у меня некоторые клиенты этим пользуются. Ну, потому что если желание оплачивать помесячно, нет такой возможности сразу оплатить большие суммы застраховки. Ну, это как вариант. Как вариант. Потому что открывают, потом уформляют ВНЖ, тогда уже открывают в банке Испании счет. И тогда счет меняется. И можно будет списание про их каждый месяц с испанского счета. Как вариант. Виктория? У нас два способа. Если нет испанского счета, да, то два способа. Это можно предоставить, ну, это в ДКУ вы так можно, в АСИСа нет. В ДКУ вы можно предоставить любой европейский счет, да, и будет просто идти списание с этого счета, хоть помесячно, хоть не помесячно, а как клиент захочет, да. и также можно пойти в банк. То есть, если человек находится на территории Испании, можно по вторникам и четвергам принимают наличные деньги на счет компании в банке Сантендер. То есть, можно прийти, я, то есть, когда оформляю страховку, даю документ, ну, фотографию присылаю, люди приходят в банк и платят на счет компании деньги за страховку. Вот. Васиса, это у меня так в ДКУ вы. А, и еще перевод. То есть, если, например, вот у многих есть счет револют, да, очень часто переводят с революта, это очень быстро, там, прям, буквально деньги сразу приходят. То есть, тоже на основании моих данных, то есть, указывают имя, фамилия, номер полиса и делают переводы. То есть, либо перевод, да, либо на счет компании в банке Сантендер. Ну, да, и никель никто не отменял. То есть, есть этот никель, да, есть еще вот на почте, да, как они называются, там специально не идет, она не поддерживает прямую специальность. Что-то там в последнее время на никель стали переходить, либо просто приходят в банки Сантендер, доплатят и все. То есть, наличными пришли, заплатили и забыли. Карайл, все, проблема, поэтому... в последнее время, да. Вот сейчас либо переводы, либо иностранный счет надо вставлять, в полис, оно списывается без проблем, либо вот такие... А вот вы говорите про никель, можно подробнее, что это? Банк онлайн. Все понятно. Вы просто наберите в интернете банк онлайн никель и там информация выйдет. Это все регистрируется онлайн и по адресу домашнему приходит потом эта карта. Хорошо, спасибо. Рука у Натали. Да. Как правильно, например, вызвать скорую? У меня вопрос. Потому что есть такие истории, по крайней мере, я в чатах читала, что вот, у меня есть страховка, попал в аварию, мою страховую компанию не вызвали, вызвали другую, там остался много денег должен и типа ничего не, как это сказать, ничего не покрыла страховая, просто из своего кармана заплатил. Вот такие истории. Будь, да, это мифы или это действительно правда? Ну, ну, давайте я расскажу. Смотрите, если, например, произошла авария и человек, у которого страховка, он может быть в невменяемом состоянии, да, а люди, которые его окружают, они же не знают, какая у него санитарная карта и страховая компания. И, как правило, люди звонят в государственные скорые помощи. Понимаете? Поэтому оно и не покрывается, потому что откуда люди могут знать, где он застрахован? Все они из ДК, увы, потому что надо вызывать скорую той компании, где застрахован человек. Да, такие очень часто случаи встречаются, но, к сожалению, мы ничего сделать не можем. Ну, а что ты сделаешь? Люди, которые рядом, они-то хотят просто помочь, а они-то вызывают в государственные клиники, а частные страховки, государственные клиники не покрывают. Вот так. Если, например, случилась ситуация, ну, вот по себе даже пример приведу. Я была беременная, у меня отошли воды, и мне надо было ну, идею вызывать скорую. Но это бесполезно. Скорая приезжает, если авария на трассе, да, вот как вы спросили, или если там инфаркт и инсульт, все остальное, это не считается. Берите такси, берите машину, приезжайте сами в скорую помощь, в частную клинику. Ну, просто время терять и ждать. Если куда-то далеко едете, берите с собой карточки. Да. Можно было вас идентифицировать. Вы понимаете, да, в чем проблема? Почему выставляют долги? Потому что люди, которые свидетели при аварии, они не знают, в какой компании застрахован человек и вызывают в государственную клинику. Понимаете? А у человека, если у него, он не платит налоги, у него государственной страховки нет, это да, это если повезет, что есть и та, и та, да, вот как у меня, например. Если частная и государственная, мне без разницы, какая скорая ко мне приедет. Вот. А если только частная, то не покроют. А можно вот линеть и частную, и государственную? Мы тоже писали, что нельзя никому говорить, что у тебя есть чатная и государственная, а в государственной нельзя говорить, а в частной нельзя говорить, что у тебя есть государственная. Нет, это миф. Можно у меня тоже, как у Виктории, есть и частная, и государственная, поэтому можно иметь одновременно. Очень даже сейчас расскажу вам, имея государственную страховку, проблема там получить ситу к специалистам, запись с специалистом, ждут по несколько месяцев, а то их годами ждут. Поэтому они оформляют базовые страховки, например, то же самое с Анитос, которые покрывают, они дешевые, они покрывают только специалистов. Госпитализации и хирургии там нету, поэтому они дешевые, но это дает возможность пользоваться, ходить к врачам быстрее, пользоваться, там простые анализы сдавать. В общем, то, что нам каждый день нужно. И очень многие, имея год страховки, вот так себе, грубо говоря, пытаются улучшить медицинское обслуживание. А как вообще начать пользоваться своей страховкой? Что, ну, я купила ее, а дальше? Ну, оформили страховку, все, с первого дня вам доступны специалисты, терапевты, простые анализы на более дорогостоящие услуги, например, анализы МРТ, КТ, хирургия. Есть каренция, срок ожидания, но я думаю, этот срок ожидания есть на всех компаниях. А какой у вас период ожидания на госпитализацию? Дис месяц. А скорая помощь? Сразу он доступен. А если у человека аппендицит? А, если не отложная скорая помощь, каренция убирается. То есть, если есть угроза жизни, то каренции нет. То есть, если у человека аппендицит, ему и он застрахован? Он окажет помощь, да, несмотря на то, что он вчера застраховался, сегодня у него аппендицит. Ну, хочу возразить, у меня вот клиент Санитаса был недавно, 11 месяцев был застрахован, приехал в свою клинику с аппендицитом, ему сказали, в период ожидания 12 месяцев. И отправили в госклинику, и 11 тысяч выставили. Без комментариев, Виктория, потому что все эти истории, они останутся историями между вами и вашими клиентами. Я ничего не знаю. Ну вот я вам расскажу. У меня, значит, ситуация такая, что если, по крайней мере, конечно же, аппендицит оказывает, я, по крайней мере, не сталкивалась с тем, что отказывали. Если вдруг выясняется, что клиенту срочно нужно указать скорую помощь, и это заболевание следствием, хронические какие-то заболевания, и он не указал их в декларации, то да, могут отказать. Ну, например, какая-нибудь термическая болезнь у него была, была, он ее не указал. И у него приступ. Ну, аппендицит вроде не хроническое заболевание, ну да ладно. Да, аппендицит... Пройдет. В чатах пишут то, что ты можешь... Тебе выписал врач лекарство, например, какое-то, и ты можешь попросить компенсацию части стоимости, затраченной на это лекарство. Это правда? Самитос нужно... Не покрывает покрытие то, что дополнительную услугу доплачивает, называется она аптека, фармация, и она покрывает 50% от стоимости лекарства, но не более 200 евро в год на одного застрахованного. У меня такой услуги нету, в Асисо и ДКОВе такого нету, есть в Одеслас. Такое есть тоже, там возвращает на пределах 200 евро в год стоимость лекарств. Ну, дело вот в чем. Я такие страховки практически никогда не предлагаю. Я уже повторюсь, что я в Одеслас страхую только беременных, да, или людей, у которых есть заболевания, вот как я говорила, эндокринные системы, там, артрит, артроз и так далее, где нигде их не берут. То есть есть в Одеслас такая опция застраховать их, правда, там без госпитализации и скорой помощи. Но люди, по крайней мере, там хотя бы могут врачей посещать и диагностику делать. Вот, почему? Если добавлю, ну, рассказываю про Одеслас, я, Санитас, не знаю, вот эти стоимости, нет смысла брать эту опцию, потому что увеличивается помесячная оплата страховки. То есть, понимаете, вы же не знаете, понадобится вам в течение года лекарство. А если понадобится, может, оно 5 евро стоит, а вы будете переплачивать 15 в месяц. Смысл этого. А если 15 евро в месяц, это сколько? Почти 200. Ну, короче. Нет смысла брать эту опцию. Ну, я... Я согласна с Викторией, что так такое себе. Да, да, да. Потому что некоторые лекарства но даже те же антибиотики, ну, сколько антибиотики стоят? Там 8-10 евро. Еще я буду платить каждый месяц 15 евро, что вдруг, когда-то, через 100 лет мне понадобятся антибиотики. Ну, смысла нет. Поняла. А еще есть такое то, что некоторые приходят, вот, частный врач написал, они пришли в государственную клинику, показали им рецепт. Я так делаю. Я так делаю. Я так делаю. И все это происходит. Это правда. Я иду, я сама вегетарианка, мне надо два раза в год сдавать анализы, да, и я прихожу к терапевту, он там смотрит, например, а, ну, Виктория, у вас опять анемия, железа не хватает, да, а, допустим, там 15, там коробочка, ну, на 15 дней стоит 15 евро. Я беру этот рецепт, иду к своему доктору Кобесера, да, по-испански, это семейный врач, и говорю, доктор, давай ко мне скидочку, и он мне переписывает рецепт, и я иду со скидкой. То есть это у всех тут, это нормально. Все они даже знают, врачи, что-то. Да, давай в частной клинике рецепт мы перепишем. Как договоришься? Нужно доказать все у вас секреты? Ну, да, да, да. Вот для этого, в принципе, это единственное, для чего нужна государственная страховка. Других, так, я, честно говоря, туда даже боюсь ходить, потому что очень стремно это все. Государственные страховки, вернее, государственные клиники. Мы никогда не хотели согласиться. Время нашей встречи плавно подходит к завершению. Наталья, остались ли у тебя еще вопросы? Нет, у меня сейчас нет вопросов. Мне кажется, мы задали такое огромное количество вопросов. Я получил столько новой и полезной информации. Я сам задумаюсь, чтобы восстановить свою страховку в ДКВ. Правильно. Потому что у меня государственная, я практически не обращался, два раза за целый год сходил и решил, что пока останусь на государственной, но теперь я еще подумаю об этом. Спасибо большое всем. Спасибо огромное нашим экспертам. По-моему, встреча была очень полезной, интересной, информативной. Контакты наших агентов мы разместим в описании к видео, которое мы разместим на нашем YouTube-канале из Испании. Вы можете смело к ним обращаться. Главное, не забывать сказать, что вы пришли именно из нашего YouTube-канала. Коллеги обязательно подберут именно ту страховку, которая вам подходит. Решайте сами, какая именно страховая вам больше нравится. Прислушиваемся к призыву Виктории, что разницы никакой нет, выбирайте, которая дешевле. Либо не прислушивайтесь к этому призыву. Главное, чтобы вы были здоровы и все у вас было отлично в Испании. До новых встреч. Пока. Спасибо. До свидания.